здравствуйте уважаемые студенты тема сегодняшней лекции острая кишечная непроходимость кишечная непроходимость и иллюз клинический симптомокомплекс характеризующийся прекращением или нарушением прохождения содержимого по кишечнику вызванным различными причинами кишечная непроходимость чаще является осложнением других самостоятельных нозологических единиц основным клиническим симптомом заболевания является задержка стула и газов кишечная непроходимость описывалась еще в трудах гиппократа и галина причиной и по мнению древних служила обильная неумеренная еда и питье охлаждение живота толчки живота в целом до 18 века имел место описательный период с малоэффективным консервативным лечением заболевания в ходе которого назначались противосудержные средства приема ратути свечи клизмы вдувания воздуха кровопускания следует отметить что вдувание воздуха описанной сотни лет назад сейчас активно применяется в лечении инвагинации у детей в конце 16 века реалан впервые описывал инвагинацию кишечника в 1654 году она там бартилен во время вскрытия обнаружил же ч каменную боли кишечную непроходимость позже более описал ее пилороду адренальную форму здесь хочется напомнить что единственно возможным путем попадания в просвет кишечника крупного жестного конкремента является формирование холецистоду адренального свеча 1797 году хантер описал спаечный процесс в животе после огнестрельного ранения в конце 19 века эдвард георг вон вайл описал симптомы непроходимости ныне как известный синдром вайл в труде этиология и лечения непроходимости первый рентгенский снимок при кишечной непроходимости был описан бекклером 1906 году а в 1919 году клойбер описал фатагноманичный рентгенологический признак заболевания горизонтальном уровне жидкости и скопление над ними газа чаши клойбера максимович амбодик своих трудах еще 1781 году описывал ильюс в 1838 году добровольский опубликовал монографию о болезни именуемый ильюсом вайл выделил абтурационную и стронгуляционную формы кишечной непроходимости спускокотский предложил токсическую теорию патогенеза а вишневский маслов предложили лечебно-диагностический прием при этом заболевание острая кишечная непроходимость среди острых хирургических заболеваний по частоте занимает четвертое место составляя до девяти с половиной процентов от всех заболеваний органов брючной полости по летальности острая кишечная непроходимость делит первые вторые места среди всех острых заболеваний органов брючной полости и составляет до десяти процентов а послеоперационная достигает 30 процентов за последние годы количество пациентов с отдельными видами острой кишечной непроходимости уменьшилась в два три раза так инвагинация составляет 35 процентов заворот и узлообразование 4 6 процентов от всех форм кишечной непроходимости неопухолевого генеза в то же время увеличилось число пациентов с абтурационной кишечной непроходимостью опухолевого генеза и спаечной болезнью брючной полости классификация по механизму развития выделяет три вида кишечной непроходимости динамическая механическая и мезентриальная в свою очередь динамическая кишечная непроходимость делится на спастическую и паралитическую кишечную непроходимость а механическая делится на абтурационную странгуляционную и смешанную кишечную непроходимость по происхождению выделяет врожденную и приобретенную непроходимость по клиническому течению непроходимость делят на острую и хроническую по степени на полную и неполную по уровню на тонкокишечную высокую и толстой кишечную низкую в развитии кишечной непроходимости играет роль многие факторы их обычно разделяют на предрасполагающие и производящие предрасполагающие факторы это врожденные аномалии развития дефекты и слабые места диафрагмы передней и задней брюшной стенки доля хосигма неполный поворот кишечника дополнительные складки брюшины карманы брюшной полости сосудистой мальформации следующие приобретенные факторы спайки рубцовые деформации инородные тела последствия воспалительных заболеваний и так далее производящие факторы это резкое увеличение двигательной активности кишечника вследствие повышенной пищевой нагрузки особенно после голодания медикаментозной стимуляции повышение внутри брюшного давления при тяжелой физической нагрузке развитие энтероколита таким образом даже наличие механического субстрата брюшной полости может определенное время не вызывать клинических признаков нарушения пассажа по кишечнику поэтому в ряде случаев при отсутствии признаков перитонита или стронгуляции консервативными мероприятиями можно успешно разрешить явление кишечной непроходимости наиболее часто это происходит при спаечной болезни брюшной полости однако всегда надо помнить что механическую причину нарушения пассажа можно устранить только хирургическим путем в зависимости от ведущего патолопата физиологического звена авторами предложено более 20 теорий патогенеза острой кишечной проходимости основными из которых являются интоксикационная биохимическая гемодинамическая нервная рефлекторная объемные и гемодинамические расстройства обусловлены уменьшением артериального притока и ухудшением венозного оттока в брюжеечных или интрамуральных сосудах в целом механизм патологических сдвигов в организме при нарушении пассажа по кишечнику универсален и носит название синдрома энтеральной недостаточности для всех форм кишечной непроходимости характерна большая потеря жидкости в норме в просвет пищеварительного тракта выделяется значительное количество пищеварительных соков до полутора литра слюны два литра желудочного сока до двух с половиной литра панкреатического сока три литра кишечного сока до полутора литра желчи почти весь этот объем реабсорбируется развитие кишечной непроходимости быстро и резко нарушает процессы секреции и абсорбции с момента прекращения пассажа содержимого первичного повреждения стенки от перерастяжения или нарушения магистрального кровотока происходит выброс тканевых медиаторов воспаления кенинов гистамина что приводит к резкому повышению проницаемости сосудистой стенки стазу микроциркуляции и прогрессированию ищемии кишечной стенки при стронгуляции расстройства регионального и интрамурального кровотока боли масштабны и развиваются весьма быстро что характеризуется ранними и глубокими нарушениями гомеостаза за счет секвестрации жидкости происходит отек кишечной стенки нарушение ее барьерной функции а затем лавинообразное пропотевание жидкого компонента крови уже в просвет кишки сравнительно быстро формируется и выпад в брюшной полости серозной при обтурации геморрагический при стронгуляции объем секвестрированной жидкости при стронгуляции уже в первые сутки может достигать 5-6 литров это приводит к деградации ткани дефициту объема циркуляции и сгущению крови что проявляется сухостью кожных покровов гипотонией относительным эритроцитозом ростом показатели гемоглобина и гематокрита полигурии гиповолиния деградация увеличивает выработку альдостерона и антидиуретического гормона что приводит к реабсорбции натрия и значительному выделению калия с ротными массами и мочой из-за этого развивается внутриклеточный ацидоз гипокалиемия и метаболический внеклеточный алкалоз по мере нарастания разрушения клеток и снижения диуреза гипокалиемия сменяется гиперкалиемией и метаболическим ацидозом развивающиеся электролитные нарушения приводят к блокированию генерации и распространения мигрирующей перистальтических волн что вызывает паритическое расширение петель кишечника появляется мышечная слабость происходит нарушение сердечного ритма перерастяжение кишки сопровождается болями в животе усиливающимся при распространении перистальтических перистальтической волны на начальных стадиях заболевания рефлекторной роты иногда криком на высоте боли при сохранении препятствия происходит возбуждение парасимпатической нервной системы что приводит к возникновению антиперистальтики по мере нарастания циркуляторной гипоксии кишечной стенки ионных нарушений замедление распространения импульсов по интрамуральным нервным образованием перистальтика затухает боли утрачивают приступообразный характер развивается аскультативный феномен гробовой тишины в ишемизированных участках кишки нарастает процессы перекисного окисления липидов что ведет к прогрессирующему на разрушению мембран и гибели клеток поступление просвет жидкости богатой белком и ионами приводит к нарушению микробного биоциноза нарастанию микробной массы и симбиотного пищеварения при этом резко повышается газообразование и нарастает уровень токсических полипептидов на фоне резкого ухудшения барьерной функции кишечной стенки происходит всасывание их в кровоток и нарастает эндогенная интоксикация карминальных стадиях заболевания микробные тела могут проникать в перитониальный выпад вызывая развитие гнойного перитонита даже при визуально герметичной кишечной стенки выпад при этом становится мутным с гнилостным запахом по мере накопления жидкости проксимальные петли кишечника также перерастягиваются и заполняются содержимым из более дистальных отделов апофеозом этого процесса который получил название проксимальной транслокации является заполнение желудка и рвота кишечным содержимым таким образом накопление кишечного содержимого перерастяжение и повреждение кишечной стенки проксимальных участков кишки нарастание циркуляторных ионных нарушений замыкает порочный круг кишечной непроходимости прогрессирование эндотоксикоза ведет к развитию синдрома системного воспалительного ответа и полиорганной недостаточности по мнению некоторых авторов активация микробного фактора ведет к развитию мощной иммунной супрессии нарастание ишемического повреждения кишки и ее перерастяжение приводит к перфорации стенки кишки и прогрессированию перитонита в случае стронгуляции перфорация может произойти уже впервые 6-8 часов при обтурации значительно позже к 3-4 суткам патологическая анатомия наибольшие патоморфологические изменения стенки кишки наблюдается в зоне первичного нарушения пассажа особенно при стронгуляции и при водящих перерастанутых отделов кишечника отводящая петля как правило страдает незначительно кишка в зоне стронгуляции может быть багрового цвета резко отечный с внутристеночными кровоизлияниями или серого цвета дряблый тусклый с неприятным запахом в первом случае отмечается присутствие геморрогического выпыта макроскопически видна стронгуляционная борозда во всех случаях максимальные морфологические изменения стенки кишки происходят со стороны слизистой оболочки что важно учитывать при оценке жизнеспособности кишки и определении зоны резекции микроскопически отмечается лейкоциторная инфильтрация и отек всех слоев стенки венозные полнокровие кровоизлияния тромбоза сосудов и стаза микроциркуляторного русла в тяжелых случаях зоны некротических изменений слизистой оболочки или всей толще стенки кишки вплоть до образования зон перфорации отмечается структурная дезинтеграция мейснерового и аурбахового сплетений приводящий участок кишечника расширен за счет большого количества жидкостного содержимого и газов степень расширения обычно указывает отношению к нормальному диаметру петли кишки например тонкая кишка выше зоны обтурации расширены до двух метров стенка приводящей кишки утолшена за счет отека что может создать иллюзию достаточных классических свойств этой петли для наложения анастомоза петли важно помнить что деструктивно дегенеративные изменения приводящие петли распространяются на расстоянии не менее 40 сантиметров от зоны нарушения пассажа в ряде случаев необходимо выполнить более масштабную резекцию кишечника в любом случае оценка жизнеспособности кишки выставление показания к резекции и определение способа восстановления непрерывности пищеварительного тракта производится только после восстановления кровотока и декомпрессии к приводящей кишке в зависимости от причины нарушения пассажа из стадии патологического процесса клиническая картина кишечной непроходимости может значительно различаться при сборе анализа необходимо уточнить информацию о перенесенных оперативных вмешательств на брюшной полости травмах живота пухолевых и воспалительных заболеваниях органов брюшной полости постоянным и ранним признаком кишечной непроходимости является боль в животе она может возникать в любое время суток без предвестников внезапно или постепенно иногда боли в животе возникает вскоре после приема обильной пищи или физической нагрузки в случае обтурации кишки опухолю обычно удается выявить предшествующие признаки нарушения кишечного пассажа периодические вздутие живота запоры чередующиеся по носами наличие слизи и крови в кале синдром малых признаков боли боли носит приступообразный схваткообразный нелокализованный характер лишь в самом начале заболевания они могут локализоваться в зоне препятствия по сажу распространение перистальтических волн вызывает приступы боли которые повторяются через 10-15 минут при стронгуляции боль выраженная постоянная с периодическим усилением да непереносимый иллюстный крик прогрессирование ишемических изменений в стенке кишки приводит к затуханию перистальтики боль уменьшается и начинает носить постоянно и начинает носить постоянный характер вместе с тем нарастает явление интоксикации при некрозе ущемленной кишки боли могут практически исчезнуть паралитическая кишечная непроходимость характеризуется постоянными интенсивными нелокализованными распирающего характера болями в животе спастическая динамическая непроходимость может сопровождаться приступообразным но неинтенсивными болями в животе общее состояние пациента при этом страдает мало диспептический синдром задержка стула и газов патогномоничный признак кишечной непроходимости однако при высоком уровне нарушения пассажа в начале стадисболивания а также в результате лечебных манипуляций может произойти рефлекторное поражение дистальных отделов кишечника что создает ложное представление об эффективности консервативного лечения при инвагинации из заднего прохода может выделяться слизь окрашенная кровью рвота развивается в 50-60% в случаях непроходимости обычно сопровождается тошнотой рвота в начале носит рефлекторный характер развивается на высоте болей по мере нарастания максимальной транслокации интоксикации рвота становится более обильно и приобретает застойный характер рвота кишечным содержимым чем выше препятствия в пищеварительном тракте тем более выражена рвота и тем раньше она возникает потеря сорвоты значительного количества жидкости ионов быстро приводит к выраженным водно-электролитным изменениям в организме вздутие живота может быть равномерным и симметричным или асимметричным при высоких формах кишечной непроходимости вздутие живота может отсутствовать на ранних стадиях может отмечаться бурная перистальтика иногда видимая на глаз на поздних стадиях перистальтика полностью затухает жажда сухость во рту появляются и нарастают по мере прогрессирования секвестрации жидкости воспалительный и перинать перитониальный синдром при кишечной непроходимости данные синдромы не имеют существенных особенностей однако необходимо указать что при появлении симптомов раздражения брюшины при кишечной непроходимости показано хирургическое вмешательство симптомы кишечной непроходимости при физикальном обследовании пациента с кишечной непроходимостью можно выявить целый ряд симптомов симптом валя неперемещающиеся асимметричное относительно устойчивое вздутие живота определяемый на ощупь заметный на глаз синдром валя дополняется другими проявлениями и включает заметную на глаз перистальтику асимметрия живота пальпируемое опухолевую опухолевую образование тимпанит над этим образованием симптом матье склярова при толчкообразном надавливании на брюшную стенку невооруженным ухом или при инструментальной аскультации живота выявляется шум плеска следует отметить что хоть в норме в кишечнике и присутствует жидкое содержимое и газ однако шум плеска при этом не вызывается так как газ распределен в жидком содержимом небольшими пузырьками и пропульсивные перистальтические волны не позволяет сформировать большое скопление газа в дистальных отделах толстой кишки газ может скапливаться но содержимое кишки уже достаточно плотное симптом хивуля при одновременной перкуссии над растянутыми петлями кишечника и аскультации появляется металлический звук симптом цеге мантифеля прямую кишку невозможно вести более 500 миллилитров жидкости симптом бейля сердечные тонны и дыхательные шумы выслушиваются над брюшной стенкой при полном отсутствии перистальтики симптом спаскукотского шум падающей капли спаскукотский предложил что звук падающей капли при отсутствии других шумов которые в норме должны возникать во время работы кишечника указывает на непроходимость кишечника симптом мандора пальпаторно определяемая ригидность брюшной стенки симптом обуховской больницы греков при исследовании эректум выявил баллонеобразное вздутие пустой ампулы прямой кишки зияющий анус симптом шимана данца западение правопоздушной области при завороте или инвагинации слепой кишки симптом бабука после пальпации живота и повторной сифонной клизмы вода имеет цвет местных помоев стоп-симптом при изучении пассажир баре снимки мало отличаются друг от друга расположены расположение чаши в целом не меняется появляются новые диагностика согласно утвержденным протоколом оказания помощи при острой кишечной проходимости диагностические мероприятия разделяются на обязательные и дополнительные к обязательным диагностическим действием относятся клиническое обследование анамыз осмотр пальпация перкуссия аускультация живота определение частоты пульса измерение артериального давления ректальное обследование второе общий анализ крови общий анализ мочи определение уровня глюкозы крови третье электрокардиограмма четвертое обзорная рентгенография или рентгеноскопия грудной клетки и брюшной полости в вертикальном положении больного или латеропозиции пятое биохимические исследования крови шестое определение группы крови по системе об ноль и резус фактора седьмое пассаж бария или водорастворимого контраста по кишечнику восьмое колона или иригоскопия при подозрении на толстокишечную непроходимость к дополнительным диагностическим действиям относятся ультразвуковое исследование органов брюшной полости компьютерная томография органов брюшной полости контрастная энтерография лапароскопия на ранних стадиях кишечной непроходимости при отсутствии выраженного вздутия кишечника при достаточном опыте хирурга исследование выпада брюшной полости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам консультация смежных специалистов это терапевта и анестезиолога рентгенологическая диагностика кишечной проходимости с одной стороны является одновременно доступной и достаточно информативной с другой обзорной рентгенографии органов брюшной полости позволяет устанавливать лишь факт наличия непроходимости более информативным но менее доступными являются зондовые энтерография и ригоскопия рентгеновская компьютерная томография ранним рентгенским признаком кишечной непроходимости является поперечная исчерченность растянутых пневматизированных петель тонкой кишки симптом кейси или симптом рыбьего скелета симптом кейси снимок в латерапозиции выполняется пациентом которые по каким-то причинам не могут стоять или сидеть пациенту укладывают на левый бок кассету фиксируют к пояснице рентгеновскую трубку ориентируют по направлению от трубка к спине при завороте сигмы можно определить выраженную дилатацию толстей кишки с подчеркнутой гаустрацией симптом автомобильной камеры при абтурации желчным камнем кроме других признаков непроходимости можно наблюдать тень конкремента в кишечнике и явление аэрохолии несколько позже через 4-6 часов от начала заболевания при странгуляции уже через 1-2 часа появляется более достоверный классический рентгенологический признак кишечной непроходимости чаще клойбера при этом симптом кессии уже может не визуализироваться тонкой кишечной чаще клойбера или уровня как их обычно называют как правило множественные характеризуются преобладанием ширины чаши над высотой небольшими размерами четким контуром при преимущественной локализации чаще в правых отделах брюшной полости более вероятна высокая непроходимость при локализации препятствия подсвечной кишки чаще определяется уже по всей брюшной полости количество их увеличивается толстокишечного уровня отличается преобладанием высоты над шириной чаш меньше контур границы раздела средь не четкие за счет боли густого и неоднородного содержимого время появления чаш клойбера зависит от уровня непроходимости чем выше препятствия тем раньше появляются чаши при тонкой кишечной непроходимости обычно наблюдается большое количество горизонтальных уровней с изменением их расположения во время из-за во времени из-за перемещения жидкости из одной петли в другую достаточно информативным но редко применяемым является метод зоновой энтерографии стандартную и взвесь серно-кислого бария медленно вводит непосредственно в процвет двеносперстной или тощей кишки через углубленную дуоденальную зону под контролем рентгеноскопии в горизонтальном положении больного обычно контрастная масса заполняет всю тонкую кишку в течение 10-12 минут затем начинают заполняться последовательно слепая восходящая и другие отделы толстей кишки при этом уже в процессе постановки зонда в начальные отделы толстей кишки имеется возможность для качественной декомпрессии максимальных отделов пищеварительного тракта создаются условия для более эффективного консервативного лечения с одной стороны и быстро продвижение контраста с другой данную методику рекомендуется применять при частичной кишечной непроходимости в случае отчетливого эффекта лечебно-диагностического приема или при неясной клинической картине кишечной непроходимости а также при отсутствии признаков страгуляции или перитонита применяют исследования пассажа водорастворимых рентгенконтрастных веществ или бариоизвеси в случаях если в желудке определяется жидкость ее предварительно удалять через задержка контрастного вещества в желудке более 3-5 часов косвенно указывает на кишечную непроходимость и объясняется рефлекторным спазмом привратника единосперстной кишки задержка бария в тонкой кишке более 4 часов говорит о наличии механической непроходимости при частичной кишечной непроходимости на наблюдение должно проводиться до полного перехода контрастного вещества из тонкой кишки в толстую при этом обычно наблюдается остановка контрастной массы над местом препятствия образуется так называемое барьевое депо всегда следует помнить что наличие в кишечнике контрастного вещества резко снижает возможность применения более информативных методов исследования в особенности компьютерной томографии при подозрении на толстой кишечной непроходимости выполняется экстренная иригоскопия которая позволяет определить уровень препятствия и полноту абтурации наиболее достоверный уровень и характер толстой кишечной непроходимости можно определить при помощи колоноскопии типичным симптомом заворота толстой кишки является водоворот спиральное сужение дистального сегмента кишки однако подготовка пациентов к таким диагностическим манипуляциям сопряжена с трудностями очистительные клизмы часто не обеспечивают достаточное качество подготовки применения лекарственных препаратов макро макрогола или же лактулозы может усугубить явление нарушения пассажа пассажа и быстро перевести частичную непроходимость полную поэтому по возможности при явлениях толстокишечной непроходимости предпочтение следует отдать ранее компьютерной томографии с контрастным усилением которое позволяет установить не только уровень и причину непроходимости но и выявить внекишечные проявления заболевания особенно актуальным это является при апопулевом генезе патологии иногда для разрешения диагностических трудностей при кишечной непроходимости применяется лапарскопия обязательным условием для применения этого метода диагностики является отсутствие выраженного расширения петель кишечника и достаточный опыт хирурга в последнее время все большее значение в диагностике острой кишечной проходимости приобретает УЗИ это простой доступный неинвазивный метод исследования не связанный с лучевой нагрузкой однако весьма опытозависим точность ультразвуковой диагностики очень высока до 94% и на ранней стадии она может быть более чувствительна чем рентгенография ранее считалось что провести УЗИ органов содержащих газ нельзя поскольку полностью отражает ультразвуковые волны действительно неизменная стенка желудочно-кишечного тракта при трансабдоминальном УЗИ обычно отчетливо не визуализируется однако при утолщении стенки кишки вследствие развития патологического процесса визуализация улучшается помимо выявления при нативном исследовании факта наличия непроходимости ее причины применение дуплексного сканирования позволяет определить наличие или отсутствие кровотока в стенке кишки и мезинтериальных сосудах часто выявляется симптом поражения полого органа который характеризуется утолщением стенки кишечника более 4 мм в процессе исследования при кишечной проходимости оценивают оценивают следующие критерии первое наличие или отсутствие патологического симптома пораженного полого органа с анализом состояния выше и ниже лежащих отделов кишечника второе внутреннее содержимое кишечника и его характер третье диаметр кишки четвертое толщина и структура кишечной стенки пятый характер складок слизистой шестой характер перистальтики седьмой анатомические области занятые расширенным расширенными кишечными петлями и локализация выявленных изменений подвижность кишечных петель девятый перепад диаметре кишечных петель десятый уровень где определяется сдавление спавшихся петель кишечника расширенными и заполненными жидким содержимым петлями наличие высторы паритальных сращений следующее наличие жидкости в межпетлевом пространстве брюшной полости и последнее нарушение функций желудка менее доступным но высокоэффективным чувствительным и специфичным методом диагностики является магнитно-резонансная томография позволяющая с большой степенью вероятности дифференцировать изменения кишечной стенки характерные для опухоли воспаления ищемы или некроза лабораторная диагностика в начальном периоде острые кишечные непроходимости имеется каких-либо в начальном периоде острые кишечные непроходимости не имеется каких-либо характерных изменений со стороны морфологии крови которые могли бы помочь в распознавании данного состояния по мере прогрессирования заболевания у больных появляется лейкоцитоз а при значительном вовлечении в патологический процесс стенки кишечника наблюдается выраженный сдвиг лейкоцитарной формулы влево в дальнейшем лейкоцитоз может смениться лейкопенией за счет секвестрации жидкости наблюдается относительный эритроцитоз косвенным пристыком эндогенной интоксикации может быть рост концентрации молекул средней массы или нарастание лейкоцитарного индекса интоксикации биохимические изменения крови в начальном периоде болезни носят непостоянный характер в дальнейшем отмечается снижение общего белка и альбуминов ионные нарушения нарастает концентрация веществ азотистого обмена снижается ph крови нарастает дефицит оснований дифференциальная диагностика кишечная непроходимость как правило не является самостоятельным заболеванием поэтому дифференциальная диагностика проводится со всеми состояниями способными протекать с явлением нарушения кишечного пассажа основная задача дифференциальной диагностики отличать стронгуляцию от других видов непроходимости промедление на данном этапе может привести к глубоким изменениям стенки кишечника и потребовать выполнения масштабных резекций на фоне выраженных нарушений гомеостаза динамическая кишечная непроходимость динамическая кишечная непроходимость обусловлена нарушением меры гуморальной регуляции и моторной функции кишечника без механических препятствий и органических поражений кишечной стенки однако при неадекватном лечении могут развиться могут развиваться некротические изменения стенки кишки в том числе несостоятельность кишечных соусей послеоперационном периоде спастическая динамическая кишечная непроходимость обусловлена стойким спазмом кишечной стенки и органических поражениях центральной нервной системы заболеваниях кишечника механическом раздражении кишечника отравлениях тяжелыми металлами эндогенных и экзогенных интоксикациях наличие в кишечнике инородных тел рефлексах с других органов нарушениях нарушениях диеты при данном состоянии развивается схваткообразная боль в животе без четкой локализации рвота съеданной пищи кратковременная задержка стула однако газы отходят свободно общее состояние страдает мало живот мягкий регионологические признаки кишечной непроходимости отсутствует паралитическая динамическая кишечная непроходимость встречается гораздо чаще и обусловлено прогрессирующим снижением тонуса и перистальтики кишечной мускулатуры при следующих патологиях перитонит опухолевые и воспалительные процессы в забрущенном пространстве тяжелые внебрущенные заболевания электролитные нарушения нарушения мезентрального кровопрощения при паралитической непроходимости боль в животе распирающего характера без четкой локализации отмечается равномерное вздутие живота рвота съеденной пищи затем кишечным содержимым задержка стулы и газов перистальтика вялое или отсутствует положительный симптом латейсина сухость во рту гипотония общее состояние страдает в зависимости от причины острой кишечной непроходимости на начальных этапах за счет превалирования в кишечнике газа или жидкости типичные чаще клойберы могут отсутствовать обтурационная кишечная непроходимость обтурационная кишечная непроходимость характеризуется нарушением пассажа вследствие сужения или полуперекрытия просвета кишки без давления брыжейки выделяет интраорганные экстраорганные причины как правило данный тип непроходимости развивается на фоне симптомов основного заболевания но может быть первым манифестирующим признаком опухоли правой половины толстой кишки сопровождаются анемией картина непроходимости развивается на поздних стадиях процесса опухоли левой половины толстой кишки даже при относительно небольших размерах рана проявляются кишечной непроходимостью общие признаки частичной опухолевой обтурации толстой кишки сдутие живота запоры сменяющиеся поносами слизь и кровь в кале обтурационная кишечная непроходимость вызванная желчным камнем также относится к числу сравнительно редких заболеваний встречаются чаще у женщин пожилого и старческого возраста миграция крупных камней в желудочно-кишечный тракт происходит обычно через колецисто-дуагенальные билиадегистинные свищ сравнительно небольшие камни в кишечник вызывают спазм кишечной стенки создавая картину спастической непроходимости которая разрешается самостоятельно или на фоне консервативного лечения попадание крупного конкремента вызывает полную непроходимость и требует оперативного вмешательства непроходимость вызванная аскоридами встречается чаще у детей глистная непроходимость в начале может иметь динамический характер так как погибшие аскориды выделяют вещества которые вызывают резкий спазм кишечника под влиянием перистальтики кишечника аскориды передвигаются к спазмированным участкам здесь сплетаясь образует клубок обтурация кишечника при данном виде непроходимости чаще бывает в терминальном отделе подзвочной кишки заболевание протекает остро с выраженной интоксикацией при исследовании крови характерные зенофилия часто глистной непроходимости предшествует назначение противогельминтных препаратов без аар инородное тело желудки реже в кишечнике из плотно сваленных волос или волокон растений без аары бывают преимущественно у жвачных животных у человека они встречаются относительно редко в мировой литературе до 1991 года было описано около 400 случаев в зависимости от состава выделяют фитобезуар из волокон растения трихобезуар из волос ногтей гематобезуар из густов крови шеллак без аары природная смола экскретируемая самками насекомых червецов семейства херииды паразитирующими на некоторых тропических и субтропических деревьях в Индии и странах юго-восточной Азии используется в качестве глазури для покрытия таблеток конфет и обозначается при этом составе как пищевая добавка Е904 Безуары бывают различные консистенции от мягкой до каменистой причинами его является снижение кислотообразующей и пептической активности желудочного сока нарушение моторной эвакуаторной функции желудка капростаз встречается преимущественно у лиц пожилого и старского возраста а также у лиц страдающих от они толстого кишечника которые проявляются в основном в виде секреторных и двигательных расстройств принято считать запором задержку стула свыше 48 и 72 часов сопровождающуюся чувством вздутия живота регулярным неполным или затрудненную опорождением кишечника замедление пассажа кишечного содержимого в толстой кишке обычно происходит по спастическому или атоническому типу при спастическом запоре перистальтика толстой кишки усиленно за счет непропульсивных сокращений отмечается значительное количество ретроградных перистальтических волн просвет кишки при этом сужается выражена глубокая частая гаустрация атоничная обстипация встречается вдвое рыжей гипермоторной тем не менее именно этот вид нарушения маторики приводит к развитию копростаза у пожилых людей атонические нарушения наблюдается при врожденных аномалиях развития толстой кишки хронических атрофических колитах частичной оптурации просветы кишки при патологии эндокринной системы беременности токсических воздействий на фоне применения некоторых лекарственных препаратов или нерационального питания в случае атонии просвет толстей кишки перерастянут гаустрация снижена или отсутствует перистальтика не определяется основными симптомами при этом виде непроходимости является нелокализованная интенсивная боль в животе задержка стула и газов на несколько дней и вздутие живота общее состояние больных страдает мало при пальцевом исследовании прямой кишки определяется скопление твердых каловых масс странгуляционная кишечная непроходимость развивается при одновременном возникновении механического препятствия продвижению содержимого и нарушения кровоснабжения и иннервации кишки за счет сдавления брыжейки странгуляционная кишечная непроходимость протекает тяжело и быстро приводит к некрозу кишки при этом резко выраженные рефлекторные и системные изменения боли в животе выраженные постоянные рыжие схваткообразные больные беспокойные мечутся подтягивают ногу к животу нередко на высоте приступа боли пациент боли пациенты кричат и лесный крик в начале заболевания имеет место выраженная рефлекторная рвота не приносящая облегчение через 6-8 часов все явления несколько ослабевают затем развивается перфорация некротизированной стенки кишки и перитонит выделяя три вида стронгуляции заворот узлообразование ущемление внутреннее или наружное заворот поворот кишечника более двухсот семидесяти градусов вокруг оси корня рыжейки реже происходит завороты по оси кишки скручивания или поперек оси перегиб поперечный заворот наиболее частой формой является заворот сигмовидной кишки до 51% всех заворотов и до 18% всех случаев непроходимости кишечника заворот чаще встречается у мужчин старше 40 лет как правило заболевание развивается на фоне доли хосигмы на почве привычных запоров реже заворот развивается из-за рубцовых изменений в удлиненной рыжейке в случае заворота в животе появляются схваткообразные боли различной интенсивности рвота развивается редко носит рефлекторный характер однако стула нет газы не отходят постепенно нарастает асимметричная вздути живота положительным симптом цеги монтефеля при исследовании перектум определяется расширение пустой ампулы прямой кишки и изъяния ануса симптом обуховской больницы при иригоскопе контрастное вещество не проходит выше ампулы прямой кишки узлообразование настоящее время встречается редко всех случаев и вовлекает как минимум две петли кишки одна из них сложенная в виде двустволки формирует ось вокруг которой закручивается другая петля узлообразование является одной из наиболее тяжелых форм стронгуляционной кишечной непроходимости и дает очень высокий процент летальности который достигает 40-50 процентов невзирая на проведение раннего оперативного вмешательства узлообразование возникает чаще ночью в связи с вовлечением в процесс значительных отделов кишечника наблюдается тяжелое течение заболевания с выраженными симптомами шока интоксикации и обезблаживания организма состояние больных тяжелое быстро ухудшается из-за явления шока и прогрессирующей сердечно-сосудистой слабости усиленная перистальтика способствует затягиванию узла лечение деторсия то есть раскручивание с ограничением подвижности или резекция неспособной кишки инвагинация это иногда выделяемый в отдельную нозологическую форму вид кишечной непроходимости причина которая является внедрение одного участка кишки вместе с дрыжейкой в другой что позволяет рассматривать инвагинацию как смешанный вид непроходимости обтурационный компонент перекрытия просветия кишки отечной головкой инвагината стронгуляционный компонент развивается по мере втягивания дрыжейки кишки в инвагинат и ухудшение питания головки инвагината встречается в любом возрасте но наиболее часто впервые 4 года обычно это связывает с началом бурной перистальтики при введении прикормов чаще вышележащий отрезок кишки внедряется в нижележащий но в некоторых случаях внедрение может происходить и восходящим путем различают два вида инвагинации тонко-тонко-кишечную и тонко-толстокишечную второй вид когда участок тонкой кишки внедряется в толстую или циккальном углу встречается чаще тонко-толстокишечная и тонко-тонко-кишечная инвагинация то есть при простой инвагинации образуется цилиндр который увлекается и брыжей брыжей кишки основными признаками инвагинации являются периодические схваткообразные воли пальпируемые опухолевоподобные образования и примесь крови и слизи в стуле часто бывают положительными симптомы матья склярова бабука синдром валя а при или циккальной инвагинации симптом шимана данца при пальцевом ректальном исследовании на пальце обнаруживается слизь и кровь а иногда можно прощупать и головку инвагината спаечная кишечная проходимость занимает по частоте первое место и встречается в 50-60 процентов случаях по отношению ко всем видам неопухолевой кишечной непроходимости последние годы эта форма непроходимости начала встречаться чаще в связи с увеличением количества операций на органах брюшной полости и успешным лечением больных эритонитом различные этиологии спайки в брюшной полости возникают после перенесенных заболеваний и травм органов брюшной полости они вызывают образование конгломератов с хроническими трудностями при с хроническими затруднениями при прохождении содержимого или могут явиться причины стронгуляции подвижных сегментов кишечника таким образом этот вид относится к смешанной форме непроходимости острая кишечная непроходимость зависимости от вида и давности заболевания может лечиться консервативно и оперативно эмпирически сложилась следующая схема лечения при отсутствии перитонита и признаков стронгуляции выполняется лечебно-диагностический прием по маслу вишневскому при разрешении процесса в течение часа полутора часов обследование проводится контрастные исследования желудочно-кишечного тракта при отсутствии эффекта наличия признаков перитонита или стронгуляции показано оперативное лечение консервативная терапия показана при динамической и механической кишечной непроходимости при отсутствии показаний к экстренной операции и включает восполнение дефицита жидкости коррекцию реологических свойств крови энергодефицита базисные инфузионные препараты с сбалансированные полиионные растворы по показаниям колодных плазмозаменителей на основе гидрооксиэтилированного крахмала растворы аминокислот и жировые эмульсии свежезамороженная плазма с целью восполнения факторов свертывания коррекции гемостаза при синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания эвакуация содержимого желудка через зонт или проведение продлённой эпидуральной анестезии сифону клизму а также эндоскопическую деторсию в случае заворота сигмы при получении положительного эффекта лечения внутрикишечного введения водорастворимого контраста с контролем пассажа эффективность консервативного лечения оценивается по динамике клинических данных лабораторных показателей результатом исследования пассажа контраста по кишечнику принимается решение о срочном хирургическом вмешательстве а проведенные консервативные мероприятия служат элементами предоперационной подготовки таким образом при динамической кишечной непроходимости показано консервативное лечение в случае отсутствия положительного эффекта и прогрессирующих явлениях непроходимости показано хирургическое лечение направленное на декомпрессию кишечника и выявление интравдоминальных причин пореза при механической кишечной непроходимости требуется дифференцированный подход 1 экстренные операции выполняется впервые 2-3 часа поступления в стационар при наличии явление перитонита выраженного болевого синдрома при убедительной клинической картине и инструментально подтвержденной кишечной непроходимости выраженной декомпенсированной кишечной непроходимости с тяжелыми водно-электролитными нарушениями зондовыми потерями более 1 литра значительным перерастяжением петель кишечника и большими сроками от начала заболевания пациентам этой группы может понадобиться более длительная предоперационная подготовка в течение 4-6 часов в условиях отделения интенсивной терапии 2-е срочные операции выполняются при нарастании клинических признаков острой кишечной непроходимости отсутствие положительного эффекта от комплекса консервативных мероприятий а также при отсутствии продвижения контраста по кишечнику длительность динамического наблюдения в таких случаях не должна превышать 8 часов от поступления в стационар 3-е плановое оперативное вмешательство при получении удовлетворительного эффекта от консервативной терапии выполняется в общих хирургическом или специализированном стационаре не позже чем через одну неделю после подтверждения диагноза хирургическое лечение предоперационная подготовка зависит от типа и уровня непроходимости выраженности водноэлектролитных расстройств интоксикации органов дисфункции характера и тяжести сопутствующих заболеваний профилактика тромбозов и тромбоэмболических осложнений примедикационная антибактериальная примедикационная антибиотика профилактика проводится за 1-2 часа до операции обезболивание всегда общая комбинированная анестезия с нейролаксантами хирургический доступ срединная лапаротомия в редких случаях при отсутствии выраженного расширения петель кишечника некрозы кишки и перитонита при подозрении на спаечную тонкую кишечную непроходимость выбор может склониться к лапароскопии лапароскопический адгезиолизис в данном случае менее травматичен ассоциируется с меньшим процентом послеоперационных осложнений и летальности уменьшает риск повторного спайка образования декомпрессия кишечника после вмешательства осуществляется путем эндоскопической назоинтестинальной интубации кишки на 30-50 см дистальной связки трейца показанием декомпрессии кишки является расширение петель более 3 см объем отделяемого по зонду более 500 миллилитров наличие выраженного спаечного процесса необходимость резекции кишки декомпрессия может быть выполнена путем на заинтестинальной интубации двухпосветным зондом реже выполняется трансональная интубация толстой кишки завершает операцию формированием первичного анастомоза с учетом перепада диаметров чаще бок в бок если уровень анастомоза приходится на дистальный отдел воздушной кишки длина которой менее 20 см следует наложить тонкой толстой кишечни или асенда анастомоз при резекции толстой кишки предпочтение следует отдать выведению колостомы наложение первичного анастомоза допустимо лишь при правосторонней гемиколоктомии при тяжелых формах непроходимости перитоните выраженной соматической патологии в недостаточном опыте хирургической бригады после резекции жизнеспособной кишки операция завершается выведением декомпрессивной колы или энтеростомы восстановление непрерывности кишки в случае введения стомы выполняется не позже 2-3 месяцев после операции с инструментальным подтверждением функциональной активности дистального участка кишечника при опухолевой причине непроходимся выбор метода операции зависит от стадии заболевания локализации опухоли тяжести состояние больного бизаро можно попытаться фрагментировать и провести слепую кишку однако при наличии желчного камня не рекомендуется попытки его раздавливания из-за высокой травматичной манипуляции также не рекомендуется проводить одновременно разделение пузырь надуаденального свища в случае узлообразования при небольшом промежутке времени от начала заболевания можно попытаться провести расправление узла в более поздние сроки приходится выполнять резекцию конгломерата при этом операцию начинают сосудистой изоляции нежеспособного сегмента для профилактики резорбции токсического содержимого и развития выраженного эндотоксикоза при непроходимости из-за клубка аскорит следует попытаться без вскрытия просвета разделить гельминтов и переместить их в толстую кишку в случае неудачи выполняют энтеротомию при инвагинации показана дезинвагинация кишки путем выдавливания в максимальном направлении головки инвагината затем оценивают жизнеспособность кишки при невозможности дезинвагинации или некрозы кишки проводят резекцию инвагината послеоперационное введение больных послеоперационном периоде основное значение придется коррекции водно-электролитного водно-электролитных нарушений солевыми растворами пятью или десятипроцентным раствором глюкозы полионом растворами коллоидными растворами на основе гидрокси этил крахмала желательно эмпирически назначать антигипоксанты парентральному питанию альбумин раствор аминокислот жировые эмульсии аналгезию проводят наркотическим аналгетиком или же ненаркотическими аналгетиками антибактериальная терапия в которой проводится согласно эмпирическим схемам по получению до получения результатов посева нормализация функций желудочно-кишечного тракта медикаментозная стимуляция перистальтики и немедикаментозные воздействия зондовому питанию в первые 24 48 часов после операции при отсутствии сброса по желудочному или гастроинтестинальному зонду вводят раствор натрия хлора 0,9% с начальной скоростью 50 мл в час что является естественной стимуляцией кишечника и способствует раннему постановлению барьерной функции кишечной стенки при усвоении физраствора назначает препараты лечебного питания с постепенным увеличением скорости введения на 25 мл в час каждые последующие сутки целесообразно использовать дозаторы для энтерального питания по синдромной терапии коррекция общесоматической патологии в случае стойкого пореза кишечника на фоне стимуляции следует ставить вопрос о выполнении релопротомии или релопроскопии положительной динамике после операционного периода судят о положительной динамике после операционного периода судят по появлению перистальтики снижения отделяемо по назоэнтеральному зонду отхождению газов уменьшению диаметра петель кишечника до 20 мм разрешению отека стенки и уменьшению ее толщины до 3 мм нормализации внутристенечного кровотока